привет сегодня покажу как я делаю второй этап у меня на этот раз на самом деле работы получилось немного вот я начала с того что на разворот с страничкой из кальки я решил добавить срочную строчку для этого взяла шила маленькая и коврик специально это из набора и метан для шитья но можно использовать просто старый коврик от мышки которому не жалко дырявить иголкой и на нем делать дырочки чтобы потом удобно было иголкой прошивать я для этого использую нитки мулине в три сложения то есть разделила нитку мулина из 6 ниток напополам и получилась такая толстенькая нитка это выглядит более фактурный результат чем используется обычные швейные нитки сначала закрепила скотчем на обратной стороне потом когда ниточка кончилась опять же я закрепила скотчем в конце сам уже завязала на аккуратненькие узелочки и я решил никак не прятать хотя на самом деле можно там такой же кружочек приклеить но я оставил так потому что страничка не сильно у меня отгибается в общем оставил как есть я вообще часто не прячу нитки аниме торчат не считаю что это большая проблема получился очень красивая такая строчка уютненькая и возвращаю эту кальку на место чтобы прошить ее на машинке уже чтобы отворотик работал и тут я взяла не только эту страничку на прошила и другие все карманы и такие технические строчку техническую сделала где нужно что-то держать и начала собственно добавлять декор к разворотам чтобы не запутаться начиная с самого первого разворота и в нем я решила переклеить все таки вот эта фотография из нижнего правого угла потому что она как-то плохо смотрелось но мне в общем изначально это положение очень нравилось поэтому я решила добавить под эту фотографию большую подложку и сделать разместить его внахлёст на фотографии где полочка там есть свободное место и для чтобы немножко еще отделить не только подложку но использовал кусочек небольшой кальки и сразу как-то они не сливаются мне вообще смущало это близость положение ног и лица еще и в похожем масштабе но как-то вот какая-то странная анатомия возникает но калька в общем дополнительно подложка решила проблему ну как мне кажется еще на этом этапе я добавляю помимо подложек под декор вот в таких местах просто какие-то декоративные элементы высечки всякие разные наклейки плоский декор в общем места для журналинга добавляю для каких-то надписей в последующем и вот на первой страничке я решила сделать заголовок hello today hello написано на воздушном шаре today вот на наклейке их вместе объединила вот такой составной заголовок на самой первой страничке над временем пробуждения моего и чебор то я сразу приклеила но это такой исключительный случай потому что вообще более объемные декоры я буду делать уже на следующем этапе тут уже кармашки прошиты на втором развороте вообще я люблю делать строчку сразу везде чтобы лишний раз не садится машинку поэтому все это делаю одним махом на этом развороте добавляю немножечко декора снизу бордюр вырезала из фонового листа добавил наклейку такой же кусочек бордюра добавляю на вторую страничку разворота на этой наклейке я решила сделать заголовок для этой страничке и вообще вот именно слова они конечно оживляют развороты какие-то пусть это будут не супер заголовки это могут быть какие-то нейтральные слова но они добавляют конечно жизни и и на правой страничке у меня остался кусочек небольшое по свободное пространство в этой сетке поэтому я туда добавила наклейку со словом хай и парочку вот этих бордюр забыла я в прошлый раз оформить обратную сторону этих карточек поэтому делаю это в этот раз двусторонний скотч приклеиваю фоновый листочек нашла и такой счет светлый лист в этом наборе ярлычки из которых эти такие вытягиваются карточки тоже оформляю дырокольными кружочками нитки прячу от строчки которые остались между двумя листами вырезаю и получается с обратной стороны карточки симпатичные на них можно будет написать вообще этот лист мне понравился для журналинга он вроде и нарядный и светлый и я его буду еще использовать приклеиваю карточку для журналинга на этом же этапе я обычно могу использовать и штампы тут немножко у меня штампинка в этом альбоме быть немного но так чуть-чуть чтобы разбавить я использую использую декор может быть где-то куца выглядит но я его дополню еще мелочами в будущее в следующий раз такой разворот получился и и к нему еще не хватает конечно заголовка это поскольку с на завтрак заголовок будет брекфаст вообще я раньше была категорически против английских названий английских слов но сейчас как-то свое мнение изменил на этот счет ничего страшного не вижу на следующем развороте вот на этой вставке дополнительной я самое начало когда приклеил фотографии решила что внизу под ней сделаю гирляндочку или что-нибудь такое для этого просто треугольнички нарезала хаотично из-за двух бумажек и из кусочка кальки которые остались у меня из обрезков приклеил их на глости и потом я их еще прошью на машинке но это тоже уже чуть позже будет когда декор на всех страничках оформлю чтобы прошивать опять же за один раз сразу везде на карточку добавила красное яркое пятнышко тоже можно будет добавить заголовок туда левую страничку оформляем наклейкой ей выделяю блок для декора туда можно будет еще что-то добавить в общем технологиями такая я везде добавляю грубо говоря бордюров каких-то полосочек ярлычков флажков и так далее а с обратной стороны точнее с противоположной стороны на этом на этом же разорваться эта фотография нижняя там где катя меня меня ведет за ручку я решила сделать надпись голом для этого использую маленькие наклейки розовые и розовую же высечку с подходящей надписью тоже использую прощение солнышко периодически они выглядывают не в самый подходящий момент я это поздно замечаю поэтому иногда бывают засветы на видео и стык на карточке которые в кармашке будут прятаться стык между двумя бумажками это у меня не супер аккуратный поэтому я его закрываю желтой полосочкой хотя мне нравится как они объединяются вот эти тона голубого цвета но желтый добавлю все таки там наверху можно будет написать журналинг в следующий раз а пока так и сверху тут пустовато поэтому и на левую сторону добавляю опять же заголовок из высечки под него кладу маленький кусочек желтой бумажки чуть-чуть он будет меня выглядывать чтобы немножко отделился этот заголовок от голубого фонового листа ну и плюс у меня есть желтые полоски справа будут немножко перекликаться перебираю наклейки и всякие высечки решила нанести натирку в итоге на фотографию hello она классно там смотрится вообще фотографии прикольно натирками оформлять на следующем развороте про наш обед про ужин добавляю натиркой слово happy это у меня будет часть заголовка во внутреннюю карточку которая прячется в распечатке от пиццы где две фотографии я добавила вот этого фонового листочка с конфетти маленькие прямоугольнички там у меня будет располагаться журналинг это уже тоже на следующий счет поставлю хотя тут в принципе светлые вот с одной стороны карточка но на красный мне показалось что будет плохо смотреться надпись ручка поэтому с двух сторон я добавила белые листочки эти светлые happy натирку добавляю туда она у меня не супер идеально перенеслась и док поскольку этот каскад у меня посвящен тому как собаке достается еда от ребенка вот счастливая собака нормально в тему как мне кажется хотя он кстати у нас на диете сейчас сидит так что лохват для него закончился и такую секретную небольшую надпись добавляю в самом конце каскада сюда опять же на эту карточку белый листочек для журналинга и тут я добавила штампинг тоже уже от имени собаки thanks happy day следующий разворот я очень мало декора сделала мне кажется он так какой-то много деталей за счет вот этой наверное извещения почтового поэтому я просто добавила с обратной стороны фотографии мою восторженную эмоцию по поводу получения кита ежемесячного и чуть-чуть дополнительных бумажка и наклейка с цветочком туда можно будет какую-то еще декоративную штучку объемную добавить в конце и немножко оформлю с обратной стороны карточек штампом делаю заголовок make stuff странно посвящена как мой муж собирает машинку поэтому в тему make stuff и чтобы этот заголовок поинтереснее смотрелся я сделал дополнительный оттиск на светлой бумажке из него вырезаю флажок и приклеиваю на двусторонний скотч поверх отпечатанного ранее оттиска так чтобы совпадали получается центр выделен белой полоской смотрится так довольно симпатично добавляю happy mail штамп и все на следующем опять же добавляю высечку место для журналинга будущего оформляю белым листочком и хочется мне добавить сюда каких-то мелочей потому что такой лаконичный разворот нашла листочек он в общем фоновый но из него можно тут сердечки повырезать что я и сделала сделала такой веселенький бордюрчик гирляндочку нитку с сердечками и флажки тоже справа добавила карточки для журналинга и тут даже такие же сердечки добавляю мне нравится как они на фотографии слева смотрятся контрастно мне кажется прикольный мне кажется прикольный такой нюанс маленькое сердечко которое у меня осталось приклеиваю на тег который прячется в кармане туда же приклеиваю наклейку по цвету подходящую по цвету подходящую желтую и вырезаю карточку из журналинга с обратной стороны эта фотография которая у меня слева в кармашке лежит я ее приклеила следующий разворот про цветы и поэтому я взяла опять же такой листочек с цветами который можно вырезать и сделать красивый декор вырезаю с небольшим отступом чтобы поаккуратнее смотрелось белая такая каемочка получается приклеила цветы около фотографии и один цветочек на карточку которая прячется в кармашке и на эту же карточку нотирочку надписью потом напишу там журналинг мелочи потом уже добавлю тоже на следующем этапе какие-то мелкий декор то есть сейчас у меня такие основные я выделяю блоки и плоский декор потому что я еще хочу что-то прошить пока не решила что но вот чтобы проблем не было во время шитьяна машинки поэтому только плоский а справа мне хочется добавить еще третье цветное пятно вот тут у меня два пятна подложки розовые под фотографией плюс вот этот выглядывающий ярлычок и третье для более такого гармоничного восприятия добавила заголовок дома из буков восьмой разворот я долго с ним училась не знала что добавить потому что в принципе уже такой достаточно нарядный сделала в итоге нотирочку на фотографию и цветочек который остался с прошлого разворота я его поскольку вырезала что он не знаю мне кажется может быть он там и не нужен но все-таки хочется какой-то мелочи добавить в то же время он и так уже достаточно интересный разворот за счет кальки за счет кармашка яркого решила под кальку между двумя фотографиями добавить маленький герлычок для записи дырочку не делаю дыроколом а прокалываю просто иголкой и вставляю туда нитку приклеиваю его на сторону скотча и добавлю потом надпись дочка хотела мне заколку дать и последний разворот карточку оформляю опять этот разворот он такой лаконичный мне нравится его лаконичность я в итоге решила сделать достаточно простым вот так внешне и основной декор спрятать на карточке и в раскладушке потому что с одной стороны это конец дня а с другой стороны ну будет еще день и такая некоторая легкость ну как хорошее настроение в общем для будущего задел такой пусть будет не перегруженный тем более тут явно два таких блока а не по центру и вроде внизу не хотелось мне перегружать наверху нелогично там в кармашке прячется карточка в общем поэтому я основные элементы вот сделала именно в этих секретах и декор там собственно тоже понравилось мне вот это today сердечко там такое красивое не хочется мне его закрывать в итоге две наклейки на карточку наклеиваю с велосипедами и вот эту карточку надпись today потом добавлю еще надписи туда решила на карточку тоже эту ниточку также пришить просто прокалываю обратно ввожу и в петельку задеваю ну как обычно мы теги оформляем будет торчать ниточка длинную оставляю чтобы она не куцая смотрелась опять же маленький кусочек бумажки для журналинга приклеиваю и на этом небольшой такой этап по декору закончен надеюсь вам было интересно посмотреть я постаралась видео так быстренько шустренько рассказать ну и вообще у меня было немного работы в этот раз жду вашей работы может быть напишите понравилось вам не понравилось что у меня получается буду рада почитать ваши комментарии пока пока до скорых встреч пока пока до скорых встреч пока пока пока